Утепляются как могут. Хриверский дом культуры вряд ли согреет своих работников и посетителей в сильные морозы. Здание хоть и новое, но явно построено некачественно. Температура воздуха у окон составляет от 0 до минус 5 градусов, а на полу от минус 5 и ниже. Из-за холода в кабинетах невозможно работать. Несмотря на все предпринятые меры, тепло в здании не задерживается. В новом построенном Доме культуры поселка Хривер полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. На сцене Большого зала идут репетиции концерта, в библиотеке проводятся тематические занятия. Несмотря на то, что здание новое, репетируют артисты не в сценических костюмах, а в теплой одежде. Все потому, что в Доме культуры холодно. Здание построено хорошо снаружи, но внутри не проконопачено. Походу полы у нас все в щелях, с которых все тепло уходит вниз. С окон дует. Мы замеряли температуру, но около окна минус 3 градуса в одном из кабинетов. Там сеть вообще невозможно. Работники ДК, как умеет, утепляются. Включают электрообогреватели, конопатят щели в окнах и полах. Но все тщетно. Кабинеты художественного руководителя и других специалистов из-за низкой температуры пустуют. Люди стараются находиться в помещении, где нет окон. Да и вообще, говорят, вместе теплее. Утеплялись мы как? Нам добавили батарею. Мы добились того, что нам добавили секции. Добавили. Стало более-менее, чем с прошлым годом. А так в основном нам некогда. Здесь такая большая площадь, там самим ничего здесь не сделать. Абсолютно, как бы совершенно здесь не. Проверяли полы, просто там нет утеплителей в полах. Туда уходят линейки просто так вот пустую. Мы писали письма, составляли акты. К нам приезжала комиссия из Наринмара, тоже был составлен акт. И прошлым летом нам всё-таки добавили отопительные радиаторы. Стало немножко потеплее зданий, но всё равно этого недостаточно, потому что у нас ещё сильнее здание рассохло. Сейчас большая теплопотерия пошла ещё и через окна. В ДК есть и своя водопроводная система. Но из-за треснувших труб вода уходит под здание. А потому директор принял решение не заполнять систему, тем более в холодное время года. Вот и вынуждены работники культуры в новом здании пользоваться водой из ведра и ковшика. Чтобы помыть руки, туалетные комнаты здесь также закрыты. Ну вот здание-то стоит на гарантии. Можно привезти специалиста сюда, показать, если по-русски сказать, тыкнуть прямо в то место, где сделано некачественно, и показать всё это, и пусть переделывают. О том, что в здании холодно, подрядчику краснодарской фирмы «Югстроймонтаж» сообщили ещё в прошлом году. Однако он отказался выполнять работы в рамках гарантийных обязательств. В результате администрация района за собственные средства установила дополнительные секции радиаторов. Дело в том, что делалось это всё в тёплое время года, и проверить инструментально, где что не в порядке, возможности не было. То есть это надо делать зимой. Сейчас, когда зимник установится, мы в Харивер поедем. Это будет либо перед Новым годом, ну в конце декабря, либо сразу после январских праздников. То есть если успеем, дело в том, что нам нужно ещё получать разрешение. Там часть дороги проходит по зимникам нефтяников. Поэтому можем не успеть в декабре. Просто как зимник откроет, надо будет получать разрешение. Если не уложимся до Нового года, значит поедем сразу после январских праздников. Но обязательно туда съездим с тепловизионным оборудованием. У нас эта поездка в планах уже есть у МКУ. Это наше учреждение, которое занимается строительным контролем. И по результату обследования уже с тепловизионным оборудованием, когда на улице минус, внутри отапливается, видно, где тепло теряется. Будем принимать уже следующее решение. В настоящее время администрация района готовит необходимые документы для взыскания с подрядчика в судебном порядке всех понесённых затрат по устранению нарушений.